и снова здравствуйте леди и джентльмены ну что переварили первый фильм ай ладно поехали топливная система любую систему нужно начинать рассматривать с источника энергии так в ней будет проще ориентироваться с сопла юнитом вы уже знакомы теперь подробнее с его топливной частью у меня здесь восьмиплун жирный v-образный насос каждый ролик имеет три кулака и приводит одновременно в движение 2 насоса кулаки разных роликов сдвинуты друг относительно друга таким образом за один полный оборот вала мы получаем 24 цикла нагнетания очень ровная подача трубы высокого давления сообщают нагнетательные фланцы насосов с промежуточным рейлом вот тут стоят невозвратные клапаны как и в любом другом тнвд рейл в сечении имеет форму восьмерки или символа бесконечности как знак оператором а нескончаемых нежданчиках во время работы ну или о бесконечной надежности механизма но это не точно на самом деле наилучшая геометрическая форма для удержания давления это сфера и ее производные цилиндр тор восьмерка же позволяет сохраняя умеренную толщину стенки рейла воткнуть в него большое количество арматуры чтобы при этом конструкция не потеряла в надежности это уникальная разработка корпорации вертсила они к этому пришли через сложный расчет серию экспериментов насосы изгруппированы по парам две топливные рейки управляются одним актуатором что в свою очередь контролируется системой и векс так осуществляется грубый контроль давления в промежуточном реле тонкой регулировкой занимается аналоговое устройство старая добрая гидравлика снизу пытается вырваться наружу топлива из рейла сверху ему препятствует системное масло топливо под давлением от 700 до 1000 бар давление масло 6 бар такой баланс становится возможным благодаря разнице площадей поршня тонкую настройку давления можно осуществлять ручным клапаном идеального баланса расхода и пополнения рейла добиться невозможно поэтому насосы нагнетают в рейл топлива больше чем необходимо для расхода на поддержание оборотов излишки стравливаются через редукционник таким образом система избавлена от флуктуации высокого давления на этом же блоке располагается клапан шат да он он может стравить масло из полости над поршнем и тогда давление топлива сбрасывается в линию циркуляции не сложно догадаться что при этом происходит подрыв предохранителей на циркуляционной системе но видимо так и задумано хотя давление можно травить его расходный танк он-то с атмосферой сообщен но сброс в циркуляцию дешевле меньше необходимо труп высокого давления требующих периодической сертификации нужен то он для чего две функции стравить давление если что-то пошло не так дистанционно из цепи у соленоидом или с места красный рычаг подрыв предохранителя 700 бар в систему циркуляции подрыв предохранителей в системе циркуляции нет давления нет впрыска нет движения и из промежуточного рейла то плечок попадает в common rail но common rail разделен на 2 рейла почему а вот и косяк концепции максимальное количество айси юна рейл 6 штук больше цилиндров дайте еще один рейл тепловое расширение дружище и чем длиннее рейл тем больше величина линейного расширения физику не обойти есть предел при котором при работе на разных сортах топлива айси ю крайних юнитов будут слишком далеко убегать от своих цилиндров так вот два рейла напротив каждого цилиндра установлен оси ю инжекшн control и юнит отсюда чуток подробнее оси ю с рейлом сообщается через так называемый лип сил интересным в сечении форм прижатие происходит не только за счет сил упругости стальной детали но и за счет давления топлива это дает связки айси ю липсил рейл жить своей жизнью без протечек при этом конструкция избавлена от чудовищной обтяжки при сборке 110 ньютонов на метр всего а сию можно условно поделить на три части управление это рейл вэлф соленоидный клапан что контролируется искричеством управляет плунжерами толкателями посредством управляющего масла control oil впрыск это инжекшн вэлф или клапан впрыска тот самый клапан что пускает топлива под давлением из рейла в трубы высокого давления и впоследствии в форсунки управляется такие клапаны плунжерами толкателями через дистанцирующие проставки в закрытое положение возвращаются посредством возвратной пружины и измерением это инжекшн контрол пистан поршень контроля впрыска что связан с фьюилл квантити сенсором датчиком количества топлива управляется такой поршень потоком топлива как же все это работает проще будет объяснить на кинематической схеме тут есть все элементы рейл вэлф соленоидные клапаны инжекшн контрол вал с клапаны впрыска фьюл квантити пистан поршень контроля впрыска и fqs филл квантити сенсор он же сенсор учета расхода топлива перед нами стабильное положение айси ю управляющая масло заперто инжекшн контрол вэлф прижат пружины и не пускает топлива форсунку фьюл квантити пистан находится в нулевом положении за счет разницы площадей полости до и за поршнем подпираются давлением из рейла подадим электрический сигнал на рейл вэлф плунжер клапана передвинется электромагнитным полем соленоида и пустит управляющие масло в инжекшн контрол вэлф шток айси в и сдвигается под гнетом давления масла и преодолевая усилие возвратные пружины перекрывает доступ топлива к полости над fuel quantity поршнем при этом в полость под ним топлива идет одновременно с этим полости надо фьюл квантити пистан сообщается с трубой высокого давления и топлива теперь может идти к форсункам топлива из рейла поступает под фьюл квантити пистан и выдавливает топлива над ним в форсунке сам поршень при этом перемещается что позволяет системе VEX понять, что произошел впрыск, а точный контроль перемещения поршня позволяет VEX понять, когда было начало подачи, ее конец и объем. Затем соотнести эти данные с входными параметрами и сделать вывод об успешности или не совсем впрыска. Далее, вторая катушка Rail Valve выворачивает его в первоначальное положение. Давление больше не удерживает ICV в открытом положении. Возвратная пружина возвращает шток ICV в исходное положение, а масло выдавливается в возвратную линию. Поршень Fuel Quantity возвращается в нулевое положение за счет разности площадей, на которой оказывается равное давление. Цикл окончен. Что такое FQS? Fuel Quantity Sensor. Это емкостный датчик. Он полностью герметичен, а снаружи двигается алюминиевая трубка, приводимая в движение от Fuel Quantity Piston. Injection Control Valve представляет из себя монолит с серией сверлений и штоком или золотником, аккуратно по центру. Rail Valve это соленоидный клапан типа 3.2. Три отверстия, два устойчивых положения. У меня есть целый ящик отживших свой век RV, готовившихся к переплавке во что-то новое. Так что если я увижу активность в комментариях, то разберу один такой, дополнив плейлист, что внутри. Патент на ICU принадлежит корпорации вверт сила. А там сидят большие головы и они то знали, что в таком узле, да при таком давлении могут быть и обязательно будут протечки. Поэтому ICU имеет в заводском исполнении систему дренирования таковых. Протечки могут быть как по трубам высокого давления, так и внутри самого ICU. Топливо в рейле не циркулирует. Поэтому для поддержания в нем жизни, особенно во время стоянки, его окружают довольно злого вида паровые трейсеры. Значится так, управление ICU невозможно без управляющего масла. Поэтому про Control Oil тоже необходимо рассказать. И теперь я буду вас шантажировать. Давайте для начала так. С вас 100 лайков и 100 комментариев под этим видео. И я потороплюсь выпустить ролик по управляющему маслу. Всего хорошего. Псс, парень, подпишись по-братски. Субтитры сделал DimaTorzok